Компания Коралл представляет Дора Мацоне в роли Алисии, Генри Сотто в роли Фабиана, а также Дилия Вайкаран в роли Хуаниты, Мануэль Саласар в роли Виченцо, Умберто Гарсия в роли Хусто, Хони Фуэнтес в роли Лилианы, Рикардо Аламо в роли Мигеля Энрикки, Диссидерия Ткаро в роли Алехандры, Юл Беркл в роли Густаво. Йолетти Кабреро в роли Глэдис, Гладушка Акоста в роли Бонбон, Хулио Сесаркастро в роли Эль Топо. Композитор Ромуло Галлегес, операторы Доминго Фуэнтес и Рафаэль Марин, продюсер Хосе Герардо Гильен, режиссер Отто Родригес Это и есть мой сюрприз. Наш сын. Не может быть, Луиза Фернандо. Может, любимый. Это он. Видишь? Смотри, какой. Нет, нет, это неправда. Я не верю. Это правда, Рудольфо, клянусь. Я не хотела говорить, пока не убедилась. Вот он, твой сын. Наш сын. Рудольфо, которого у меня отнялся. Ты не понимаешь, что говоришь. Поверь мне. Нет, ты с ума сошла. Нет, Рудольфо, любимый. Признай его. Смотри, приглядись. Неужели ты не чувствуешь, что он твой? Не узнаешь его? Конечно, узнаю. Это ребенок Маурисио Тоскано. Маурисио Тоскано. Здорово, сеньор Алисио. Не говорите таких ужасов. Вы меня пугаете. Не надо, успокойтесь. Очень многие люди ошибались в Луизе Фернандо. У нее всегда были проблемы с психикой. А после смерти сына, ей везде чудится его плач, у нее галлюцинации. Я не должна была брать ее на работу, в дом. Хоть мой брат и возражал, нужно было ее уволить. Я вас предупреждала. Будьте осторожны. Знаю, знаю, спасибо вам. Вы оказались правы. Что она здесь делает? Это Летисия. Она заплатила мне за ребенка. Как вы считаете, она может причинить вред малышу? Кто ее знает? Боже мой. Что же предпринять? Что делать? Если что-нибудь случится, мы сойдем с ума. Особенно Маурисио. Никогда не думал, что ты на такое пойдешь. Ты о чем? Ты считаешь, что это преступление? Конечно, это похищение. Это наш последний шанс, Рудольфо. Поверь мне, и уедем отсюда вместе с малышом. Нас посадят в тюрьму. Мы даже не дойдем до дома. Луиза Фернандо, не проси меня об этом. Это безумие. Это не безумие, Рудольфо, а любовь. Только так мы с тобой сможем быть вместе. Я могу доказать тебе свою любовь иначе. Сколько ты хочешь детей? Пять, десять? У нас уже есть один. Нет, неправда, это не мой ребенок. У его отца большая власть. Ради сына он пойдет на все. Я проверяла и знаю, это мой сын. Прошу, поверь мне, и пойдем. Извини, Луиза Фернандо. С тобой я пойду хоть на край света. Но без этого малыша. В чем дело, Мириам? Я просто хотела пожелать Пикуре спокойной ночи, верно? Откуда такая нежность? Мы обе знаем, что тебе на него. Наплевать. Мириам, пожалуйста, не говори так при Пикуре. Ему неприятно. Наконец, ты изрекла хоть что-то разумное. Пикуре, дружок, иди к себе, ладно? Будете говорить обо мне? О тебе и о самой Бонбон. Иди ложись. Так и будешь киснуть? О чем ты говоришь? Мне очень весело. Да, конечно, оно и видно. Да, правда? Давай, говори, не томи. Что за девица? Нагнала на тебя тоску. Какая чушь, приятель. Я свободен. Свободен? Свободен. Столько девчонок на тебя глазеют, а ты думаешь, черт знает о ком. Верно. Просто я никак не могу забыть Мириам. Не потому, что я к ней что-то чувствую. Наверное, потому что она меня возненавидела. Слушай, дружище, должна быть какая-то причина для твоей депрессии. Когда кто-то западает в душу, это не шутка. Что за намек? Мириам не выходит у тебя из головы. Это не просто досада, а что-то совсем другое. Слушай, Исмаэль, я влюбился в Луизу Фернандо без памяти. Я был уверен в своих чувствах. Я настолько спятил, что даже хотел жениться. Я хорошо усвоил урок. Понятно. Что именно ты усвоил? Я понял, что все это любовь, счастье, жизнь вместе до гроба. Все это чушь собачья. Мигель, к таким выводам приходит тот, кто любит, а его при этом отшивают. Но у меня все было не так. Чего ты пристал? Иди, развлекайся, оставь меня в покое. Хватило мороки с Луизой Фернандо. Я не хочу ни с кем этого повторять. Если бы ты знал, как больно это слышать. Я не хочу тебя обижать, Луиза Фернандо. Но ты идешь на преступление. Преступление? Преступлением было безжалостно разлучить меня с сыном. Ты не в себе, Луиза Фернандо. Не прикасайся. Не подходи. Только посмей заикнуться о том, чтобы я его бросила. Я надеялась, что вернусь к тебе, и ты признаешь сына. Но раз ты решил иначе, между нами все кончено. Луиза Фернандо, постой. Куда ты пойдешь? Все равно, лишь бы с ним. Туда, где нас никто не найдет. Послушай, Луиза Фернандо, подумай, не делая промеччивый шаг. Поздно, Рудольфо. Я все время была с сыном одна. Я родила его одна. Без твоего участия, без поддержки. Вот почему ты его не любишь. Хватит, Луиза Фернандо. Если бы он был моим, я бы всегда был с ним рядом. Но это же не так. Потому что ты мне не веришь. В это мое горе, Рудольфо. Ты никогда мне не доверял. Наша любовь обречена. Луиза Фернандо, подожди. Я ухожу, Рудольфо. Тебе мой сын безразличен, но мне нет. Господи, что делать? Снова все потерять или потакать ее безумию? Любить ее, Рудольфо. Вот что ты должен делать. А иначе расстанетесь навсегда. Пойми, я не могу сделать то, что она просит. На пути у любви часто бывают преграды. Да, но это не путь к любви. Это прямая дорога в ад. В тюрьму. Мы потеряем свободу, жизнь. Она говорит, сын твой. Хуанита, нет. Пусть говорит, что хочет. Хуанита, прошу, предупредим сеньора Риеру. Он должен спасти Луиза Фернандо от такой ошибки. Спасибо, что был рядом все это время. Ты всегда можешь на меня положиться. Всегда. Я не знаю, что с тобой стряслось на этот раз, но чувствую, что-то не так. Не хочу говорить. Меня тошнит от любовных историй. И эта мигрень сводит меня с ума. Я принес лекарство, которое обещал. Да. Сейчас. Никакое лекарство не погасит эту бессильную ярость в душе. Возможно, теперь она будет спутницей моей жизни. Бутылка виски. Боже, боже, боже. За что мне все это? За что такое наказание? Как мне больно. Очень трудно быть с тобой рядом и не думать. О чем? Я Глади Сальгадо. Жена Фабиана Сальгадо. Не надо, не злись. Давай поговорим. Любимая. Я не любимая. Скажи, это женушки. Лицемер, лжец, придурок. Ты оказалась права. Да? Я беременна. Объявляю вас мужем и женой. Алехандро, это тот, о ком я тебе говорила. Мой возлюбленный. Какая подлость настраивать против нас ребенка. Не оскорбляй меня, Мири. Я говорила только правду. Ничего, стерпишь. Я пустила тебя в дом. Я думала, ты не виновата в том, что с тобой случилось. Ты просто дурочка. И вот как ты меня благодаришь. Подговариваешь, Пикуре? Чем ты недовольна? Я тебе помогла, и ты передо мной в долгу. Ах, так? Объясни мне, за что я должна тебя благодарить? Что это за великие жертвы, на которые ты пошла? Мириэм, перестань. Не прикидывайся, святой. У тебя рыльцы в пушку. Ты вышла замуж за хост и без любви. Так что, если я шлюха, ты тоже. Увидишь, сразу станет легче. Как будто это может унять боль в душе. Я этого не сказал. Просто лекарство тебя немного успокоит. А остальное Динора залечит время. Время? Игнасио, все так мрачно. Мое прошлое злорадно хохочет надо мной, словно маньяк над жертвой. Неужели Фабиан мог так поступить? Я думаю, пора перестать расстравлять себе душу. Ты должна все забыть. Хотя бы попробовать. Но как? Это трудно. Я влюбилась. Когда мы встретились с Фабианом, я уже смирилась с тем, что всегда буду одна. Ты не одна. У тебя есть Алехандра, есть твоя внучка, есть Хуанита, есть я. Это не то. Не то. И ты это знаешь. Мне сейчас плохо. Такое чувство, что это не кончится никогда. Игнасио, не возражаешь, если я выйду в сад? Нет, конечно. Знаешь, что с тобой случилось. Ладно, забудь, прогуляйся. Маурисио, вот так сюрприз, надо же. Я очень рад. Где она, Игнасио? Где она? Где они? Кто они? Ты о чем? Кого ты ищешь? Луиза Фернандо с моим сыном. Она его взяла. Похитила. Спасибо за услугу, Бонбон. Теперь я, наконец, знаю, кто ты такая. Мириам, пожалуйста, умоляю тебя. Мне не на что жить, я умру. Значит, тебе нужны деньги? Вот в чем дело. Подавись. Это на первое время, пока не найдешь, кого еще предать. Почему ты так кричишь? Мириам, все не так, ты не права. Да, я не права. Я была не права, когда умоляла Пикура и Хусто оставить тебя здесь. Убирайся вон. Не надо так, Мириам. Топо, выстави ее. Заставь ее уйти немедленно. Она такая же, как Мигель Энрике. Вышвырни ее. Я знаю, для тебя это сюрприз, но Луиза Фернандо моя дочь. Но почему она мне не сказала? Почему ты ничего не сказал? Сначала я ни о чем не знал, но потом поговорил с ней. Она сказала, что очень хочет работать. Конечно, очень хотела забрать моего сына. Маурисио. Это моя дочь, Луиза. Успокойся, она не обидит малыша. Тогда зачем она его взяла? Как объяснить Маурисио? Видишь ли, она испытала сильное потрясение. Она потеряла ребенка. Я знаю об этом. Знаю. Поэтому я и позволил ей остаться. Она была так нежна с малышом и так страдала, что я подумал, это пойдет обоим на пользу. Именно, конечно. Спасибо тебе за это. Знаешь, паниковать сейчас ни к чему. Иди домой и прошу тебя, успокойся. Нет уж, я должен знать, где мой сын. Маурисио. Думаю, я знаю, где моя дочь или куда она могла пойти. Позволь, я ее найду, поговорю с ней, а уж после этого верну тебе ребенка. Я пойду с тобой. Нет, прошу тебя. Я знаю, что ей сказать. Для нее это очень тяжелый момент. Поверь мне и дай такую возможность. Если у меня не выйдет, тогда ты можешь делать, что хочешь, но доверьте мне. Даю тебе слово. Что с тобой? Мириам выгнала меня. За что? За то, что я знаю правду и потому мешаю ее планам. Тебе сказано, уходи. Хватит настраивать его против меня. Это ты им вертишь. Хочешь забрать его миллионы. Как ты смеешь? Ты мне врешь. Я хозяин в этом доме, и Бонбон не уйдет. Вспомни, какую историю она затеяла с ребенком. Я хочу тебе добра. Пикуры, поверь. Не верь, дружок. Ей нужны только твои деньги. Вон, пока я не вызвала полицию. Кто им расскажет о твоих кознях, ты или я? Игнасио. А, Динора. Ну что, как ты лучше? Успокоилась? Да, как-то притупилась все. Слушай, мне нужно ненадолго уйти, я скоро вернусь. А ты оставайся здесь, отдыхай и жди меня. Ты куда? Хочешь, пойду с тобой? Нет, нет, не нужно. Я кое-что сделаю для Луизы Фернандо и вернусь. Пока. Но я могу пойти с тобой. Я знаю, что ты можешь. Ради друга ты пойдешь на край света. Но этого не нужно. Давай, отдыхай. Садись, расслабься и постарайся забыть обо всех, кроме меня. Подумай о хорошем, а я мигом. Отвез ее домой. Поговорили. Я ее послушал. Когда надоело, уехал. И все? Ничего не было? Сейчас мне даже собаку неохота гладить. Тем более, слушать жалобы чужой девчонки. Нет, я пас. Густаво. Видно, развод на тебя серьезно повлиял. Кто знает. А ты? Все еще сохнешь по Луизе Фернандо? Я? Что ты, парень? Что было, то прошло. Да и шут с ним. Исмаэль, что скажешь? Я? Чем больше подруг без претензий, тем лучше. В этом и есть правда жизни. Выбирай. Вот та. Или та. или это? Это? Вызовешь полицию? Скажу, что ты сделала с Хуста. Пикуре, послушай, я ни в чем не виновата. Это Бонбон забило твою голову ерундой. Я много ему не сказала, пожалела мальчика. Бессовестная. Ты хочешь, чтобы я был один? Нет, что ты. Мы одна семья. Моя семья – это Хуста. Он умер, потому что ты его не любила. Мириам, перестань мучить ребенка. Пикуре, прошу, выслушай меня. Не дай ей тебя испортить. Если она уйдет, все будет как раньше. Нет, здесь нет Хуста. Если она уйдет, уйду и я. Хорошо, Пикуре. Бонбон останется. Видишь? Я говорила, она не посмеет. Да, но сейчас тебе пора спать. Завтра нужно идти в школу. Спокойной ночи. Невероятно, как мало нужно ребенку. Сейчас он этого не понимает, но настанет день, когда его любовь к тебе улетучится. Он возненавидит тебя сильнее, чем теперь меня. Не думаю, Мириам. Я всегда была хитрее тебя. Всегда. Динора не вынесла одиночества, отсутствие любви и жестоко ошиблась в выборе. Кто Ариана? И его дочь. Фабиан. Ты обожаешь играть с теми, кто тебя любит. Ты поступал так с женой, с Эльхандрой. Теперь вот со мной и с Эльхандрой, которая об этом даже не подозревает. Мы не можем лишить ее отца, но больше всего я хочу, чтобы ты исчез и никогда больше не появлялся. Что ты здесь делаешь? Где Игнасио? Рудольфо, честно говоря, я тоже не знаю, как быть. С одной стороны, похоже, ты прав. Но с другой, представляю, что творится с моей девочкой. У меня такие же чувства. Но она не осознает, что происходит. И нужно что-то предпринять. Ее нужно остановить, пока не поздно. Кто это? Не дай бог полиция. Нет, нет, Хуанита, никто не знает, что Луиза здесь. Я открою, ладно? Привет, Хуанита. Синьор. Я пришел, чтобы... Синьор, здравствуйте. Зачем он здесь, Хуанита? Вам нечего делать в этом доме, синьор. Синьор, дело в том, что он пришел, потому что Луиза Фернандо его позвала. Луиза? Луиза Фернандо здесь? Хуанита, ответь мне, Луиза Фернандо здесь? Да или нет? И если да, одна или с ребенком? Отвечая, не лги, живо. В общем, по правде сказать, да, Луиза Фернандо здесь. Да, она с ребенком. Алисия, как ты вошла? Не твое дело. Я спросила тебя, где Игнасио. Его нет, ушел. А Луиза Фернандо? Тоже нет. Нужна моя помощь? Нет, спасибо. Твоя помощь боком выходит. С тех пор, как ты стала снова адвокатом Игнасио, его дела все лучше и лучше. Да, хотя любой адвокат вместо тебя будет благом для Игнасио. Браво! Ты, наконец, проснулась после долгой спячки. Да, чья-то наглость меня разбудила. Скажи своему клиенту, Игнасио Риера, что после очередной выходки его дочери список дел в суде станет еще длиннее. Игнасио Риера. Алисия, я... У меня очень болит голова. Так что, если хочешь подождать Игнасио, жди. Но я не могу с тобой говорить. Извини. Я смотрю, Игнасио не теряет времени даром. Она унесла ребенка из дома Маурисио Тоскано. Ты еще здесь? Наверняка твоя идея. Ошибаетесь, сеньор. Луиза Фернандо позвонила мне. Я пришел сюда и только здесь все узнал. Это правда, сеньор. Профессор пытался помочь. Не верю. Не верю в его благие намерения. Не верю ему. Сеньор, Бога ради. Сейчас не во мне дело. Положение очень и очень серьезное. Луиза с ребенком наверху. Она считает его сыном. Что ты сказал? Это правда, сеньор. Она хотела, чтобы мы ушли. Все трое. Она, малыш и я. Но я отказался. Сказал ей нет. Уверен, она никогда мне этого не простит. Он мне не поверил. Он думает, наш сын мертв. Луиза Фернандо, ты ему объяснила, как нашла малыша. Бесполезно. Он считает, что я похитила чужого ребенка. Нужно доказать ему, что он не прав. Как насчет теста на отцовство? Все будет ясно, и ты успокоишься. Мне не нужны тесты, Алехандро. Это мой сын. Он всегда будет со мной. Папа? Алехандро, возьми. Конечно. Папа, я тебя ждала. Мне нужна твоя помощь. Алехандро, могу и попросить тебя оставить нас на пару минут? Конечно, Игнасио. Извини. Я ухожу. Откуда у тебя этот ребенок? Это мой сын. Твой сын? Да, я наконец нашла его. Луиза, прекрати сейчас же этот бред. Этот ребенок – сын моего друга. Тебя ищут, ты украла его ребенка. Это неправда. Он не сын Маурисио Тоскана. Папа, посмотри на него. Этот ребенок, о котором Бон-Бон говорила, будто он твой сын. Посмотри, папа. Этот ребенок, который был у Бон-Бон, якобы твой сын. Папа, скажи, что ты его узнаешь. Не знаю, дочка, не уверен. Папа, я тебя умоляю, взгляни на него. Ты ведь держал его на руках. Не знаю. Все младенцы одинаковы, Луиза. Кроме этого, ты сам мне говорил, что он особенный. Даже считал, что он похож на тебя. Хватит, прекрати. Это бессмысленно. Только не для меня, папа. Разве не ясно, я рискую жизнью. А я рискую свободой дочери. Я хочу, чтобы ты мне поверил, папа. Это мой сын. Тот, которого Бон-Бон принесла из больницы. Дочка, если один ребенок похож на другого, это не значит, что он твой. Даю тебе слово, папа. Я бы не пошла на такой отчаянный шаг, если бы не была уверена. Папа, прошу. Это мой сын. Признай это, и я уйду спокойно. Я никуда не отпущу тебя с этим ребенком. Я не дам тебе сойти с ума. Что ты сказал? Что слышала? Сейчас мы вместе пойдем к Маурисио Тоскану и вернем ему сына. Ты слишком спокоен, Маурисио. Это очень странно. Летисио, я точно так же волнуюсь, но сейчас остается только ждать. Игнасио обещал, что обязательно принесет малыша. Даже если так, ты должен сам пойти туда и забрать его, а не ждать их. Он твой сын, Маурисио. Нет, не мой. Тебе это прекрасно известно. И это совсем не значит, что мне все равно. Просто не выходит из головы, что ребенок-то мне чужой. Послушать тебя, так получается, тебе наплевать. Не наплевать, Летисио. Я его очень люблю. Люблю совсем как родного сына. И что же? Будь мужчиной, Маурисио. Что с тобой, Летисио? Я уже сказал, Игнасио обещал мне вернуть ребенка. Чего еще ты от меня хочешь? Какая муха тебя укусила? Я тоже люблю этого малыша. И не успокоюсь, пока снова не увижу его здесь. Я не верю этому человеку. Хватит, Летисио. Перестань. Игнасио Риера дал мне слово. Я ему верю. Мы знакомы очень давно. Увидишь, скоро ребенок окажется здесь и не о чем будет переживать. Ты губишь мою жизнь. Как ты можешь такое говорить? Наоборот, я пытаюсь тебя спасти. На месте Маурисио я бы уже давно заявил на тебя в полицию. Ради сына я готова на все, папа. Что ты несешь? Что значит готова на все? Моя главная ошибка, Луиза, в том, что ты не знала ни в чем отказа. Многих вещей ты не заслуживала, а папа все равно давал и давал. Но в этой афере помощи не жди. Ты похитила ребенка, и я должен его вернуть. Я должен исправить ошибку. Я не дам его забрать. Ты не понимаешь, что я чувствую. Прекрасно понимаю, поэтому верну. Нет. Не делай этого, папа. Умоляю. Хватит, дочка, перестань. Не надо. Дочка, дочка, поверь мне. Поверь. Оставить у себя этого ребенка, Луиза, преступление. Тебя посадят в тюрьму. И твой папа, который тебя так любит, не сможет помочь. Рудольфо, ты бы присел. Не могу смотреть, как ты ходишь взад-вперед. Нет, Хуанита, не могу сидеть. Я весь на нервах. Хуанита, прошу. Ты не можешь сходить и посмотреть, что там. По-моему, не стоит этого делать. По крайней мере, сейчас. Синьор Игнасио, ее отец. Пусть поговорят. Да, но он там уже давно, а мы не знаем, что происходит. Ему виднее, как говорить с дочерью. А вообще, я считаю, тебе лучше уйти. Не из-за меня, нет, упаси Бог. Ради нее. Твое присутствие еще больше расстроит Луизу Фернандо. Нет, Хуанита, я не хочу уходить и не могу. Я должен убедиться, что с ней все в порядке. Хоть она и не хочет меня видеть. Я не могу не думать о ней, не переживать. Я не могу ее бросить. Не могу оставить Луизу Фернандо в такой момент. Найди Бонбон хоть из-под земли, Эмилио. Не волнуйся, я знаю, где она. Она очень труслива. Слегка припугнешь, и у нее развяжется язык. Сделаешь это сегодня ночью. Не волнуйся, сделаю. Точно? Я должна быть во всем уверена. Если Луиза Фернандо родила сына Рудольфа, и он жив, я устрою все так, чтобы он исчез. Твой папа прав, дочка. Просто безумие забрать этого ребенка. Только так я могу быть с ним. Зря ты это затеяла. Это лишь один из способов. Причем ты выбрала самый наивный и глупый. А так дела не делают, Луиза. А ты забыл, что его у меня украли? Это не наивность, а преступление. Да, я с тобой согласен, преступление. Но на него нельзя отвечать другим преступлениям. Так говорит Рудольфо. Я не хочу о нем слышать. Я тоже. Зря. Он согласен с вами, сеньор Игнасио. Он считает так же, дочка. Слушай, он так переживает, что до сих пор ждет внизу в гостиной. Скажи, пусть убирается отсюда. Избавь меня, наконец, от его присутствия. Но, дочка, он хотел помочь. Пусть уйдет Хуанита. Никогда не забуду, что из-за него я снова лишусь сына. Значит, она не хочет меня знать, Хуанита? Так, она мне сказала. Я знал, что услышу это в ответ. Но я не мог допустить того, что она задумала. Теперь, сеньор, можете не волноваться. Отец ее отговорил. Значит, она решила вернуть ребенка? Нет, Рудольфо. Я не решила. Меня вынудили. Вынудил ты. Пойми, Луизо Фернандо, это ради тебя. Мне все равно, что это ради меня. Я хотела знать, на что ты способен ради сына. Ни на что. Любимая, слушай. Я тебе нелюбимая. Ты только что сам похоронил нашу любовь. Ты меня предал, Рудольфо. Я этого не забуду. Пойдем, Луизо. Пойду спать. Я устал и нет настроения. Исмаэль. Они в четвертый раз ставят эту песню. Да, но зато им очень весело. А нам нет. Так что я думаю, теперь самое время закругляться. Думаешь, они так сразу и уйдут? А почему нет? Увидите. Извините, ребята. У нас проблема. Соседи звонили в полицию, жаловались на шум. Короче, пора спать. Ты нас выгоняешь? Нет, нет, что ты. Как можно, принцесса? Просто знаешь, какие бывают соседи. Тем более время позднее, все спят. Но ничего, встретимся еще. Договоримся с полицией и снова пригласим всех вас. Пока. Счастливо. Пока. Давай-давай, ладно. До встречи. Увидимся. Приходите. Пока. Счастливо. Как бы я хотела смыть твои поцелуи, Фабиан. Отмыться от всех твоих ласк, объятий, клятв. От всей лжи, которую ты меня опутал. Динора. Я хотел сделать тебя счастливой. Но судьба решила иначе. Я мечтал, что мы до конца дней проживем в любви. Но теперь этот путь закрыт. Я тебя потерял, Динора. Потерял. Я не могу терпеть из-за тебя такую боль, Фабиан. Я должна тебя забыть. Я не хотел тебя обидеть, Динора. Ну, спасибо. Спасибо. Я пойду. Нет, нет. Ухожу я. Я с тобой. Нет, Алихандра. Я одна. Её опасно отпускать одну. Опасно? Не бойся, Фабиан. Со мной ничего не будет. Моя жизнь важнее, чем ты. Ты права, Динора. Твоя жизнь важнее всего на свете. Это верно. Пойдёшь со мной. Всего на пару часов. Не хочу никуда идти, всё тут. Не понимаю, чего ты боишься? Я просто не хочу идти. Мне с ней нечем говорить. Она хочет кое-что узнать. Что именно? Перестань задавать вопросы. Пойдём со мной, тогда узнаешь. Нет, Эмилио, я сказала нет. Хватит. Пойдёшь со мной. И всё тут. А если не пойдёшь, тебе же будет хуже. Угрожаешь? Да, угрожаю. Так что не зли меня. Что тут происходит? Нет, ничего, Топо. Я говорила с Эмилио. Да, мы хотим прогуляться. Бон-Бон попросил меня об услуге, а я как раз свободен. Услуга? Так поздно. Да, я хочу зайти к одной сеньоре. Она целый день работает, и мы не встретились. Пойдём, Эмилио? Да. Пока. Топо, до встречи. Извините. Почему их всё ещё нет? Давно пора принести малыша. Успокойся, Летисия, я доверяю Игнасию. Да. И его дочери тоже? Видишь, они здесь. Отдай сына Луизе Фернандо. И уходи. Я не хочу тебя видеть, тем более рядом с ним. Фильм, переведён и озвучен компанией Интеркоммуникейшнс. 1999 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok